Поехала Инета и Ира Они решили сами протестировать все Поехали Поехали уже Раз, два, три И разгон пошел И ушел поезд А, ты смотри Посмотрите сколько маленьких Маленьких юнибусиков здесь ездит И мы с вами тут ездим Ай-яй-яй А вот сейчас видите ОТС опять уже поднялся на орбиту Сейчас выгружает Всякие полезные грузы Может быть туристы прилетели И мы набираем это с вершона И это так А плюс еще здесь много разной информации Которую тоже можно посмотреть Причем она есть на разных Инопланетяне обзавидуются Так это они и сделали здесь Я пойду Сейчас вот кто приезжает И вот если в маленьком количестве Я всегда подвожу и говорю Ребят, мы хотели это показать всем на экофесте Это было очень много людей Я рад приветствовать всех, кто присутствует И тех, кто по каким-либо причинам не смогли присутствовать На сегодняшней нашей встрече Сегодня, как я уже и говорил В прошлый раз Вебинар завершающий В этом году Просто уже все иссякло То есть весь лимит Выданный на этот год Свыше дней Четвергов Исчерпан С чем я вас и поздравляю То есть мы прошли 50 вебинаров И сегодня Завершающий 50-й Можно сказать Юбилейный Таким образом Он будет короткий Он идет в записи Благодаря Алексею Дьякову Который Тут настроил все это дело Он мне помахал сейчас рукой Он решил сегодня в кадр не входить Потому что сказал Что времени нам Время наше ограничено Если мы вдвоем будем в кадре То мы Заговорим вас В течение часа И тем не менее Начинаем Что Хотелось бы отметить основное Сегодня вы не видите Не слайдов Их просто не будет Потому что идет запись И мы не будем даже Не комбинировать У меня есть маленькая шпаргалка Здесь В компьютере перед собой Вот Что основное По 2017 году Мы уже говорили Что основное Вообще за период С 2014 И определенное время Еще до 2014 года Когда начат проект Проект через народное финансирование Проект строительства Экотехнопарка Реализации таким образом Вывод в свет Или же в использовании Технологии Скайвей Это Современнейшая Новая технология Транспорта Нового поколения Вот До сих пор Многие люди Которые даже Ознакомились Говорят Невозможно Это вообще фантастика Хотя в принципе Ничего особо сложного нет У многих встает вопрос Что важное Что самое существенное В Скайвей Вот что можно сказать Поэтому На этот счет Я сегодня не буду Распространяться Попрошу вас Кто сегодня не знает Вот если бы я задал вам Сейчас вопрос Скажите Тремя словами Что Самое Важное Самое Существенное Технологии Скайвей Подумайте над этим Что вы мне В ответ скажете Не буду сегодня Вам подсказывать Потому что Это как минимум Три плюс две вещи Три плюс две вещи Подумайте над этим И чтобы у каждого В заднем кармане Или в кармане Не заднем А переднем На кругу Но Где сердце Лежали бы эти вещи Условно говоря И вы бы в любой момент Могли бы это сказать Но мы же ведь С вами за Скайвей Мы в этом Колоссальном проекте Проект века И это Так Что важно Еще раз Мы вышли на стадию Реализации Проектов Это очень важно Оно кажется Ну что Идем 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 Был Экофест Был там В прошлом году Была выставка Инотранс После этого Целая серия Выставок Выставки были Беларусь Республики Беларусь В России Были Других местах По России Это все правильно Но Если посмотреть Ту фазу В которой находится Сейчас проект В экотехнопарке Несмотря ни на что Он находится На такой стадии Что Проект Как таковой Он уже Стадия реализации Других проектов То есть Сегодня Значит Сегодня Не сегодня Неделю Больше недели назад Подписан Подписан договор Не соглашение Договор В Объединенных Арабских Эмиратах Многие У нас был праздник Многие спрашивали А что Что самое существенное Я говорю Я не знаю Что там в договоре Написано Но дорогие друзья Самое существенное Это то Что это уже Рабочий договор Там обозначено Будьте уверены Там четко Обозначено Что Зачем В какой Последовательности Какими суммами И даже Как будет делаться Долевое участие Нас с вами И Арабских Эмиратов Поверьте мне Нам Я не знаю Что там написано Но я предполагаю Что и нам Придется Нашими финансовыми Средствами В какой-то степени Там участвовать Это наша работа Поэтому Это сделано И За этот год Мы практически Выполнили Инвестиционные Вложения По графику Мы не вышли На 15 этап Который Предполагался В этом году Ну Что ж Так работали Так Происходил процесс Ничего страшного Процесс идет Мы с вами Неоднократно Говорили о том Что Риски какие Риски наши Временной фактор То есть Это Так называемая Горизонтальная Линия Из точки 0 Или из точки 2000 Или 1978 Год Если вы помните Да До точки Когда мы Скажем Все Полностью Экотехнопарк Сдан В эксплуатацию А он Сейчас Частично Сдан В эксплуатацию У нас Технологии Все Отработаны До такой Стадии Или вернее Технологии По тем Видам Транспорта Который Мы взялись Это Значит Городской Вид транспорта Это Высокоскоростной Который Еще Предстоит Сделать Самый Объемный Самый Дорогой Достаточно Много Надо Строить Еще Вот Это Грузовой И Легкий Вид транспорта На базе Юнибайка Вот Что Сделано Но Еще Все равно Осталось Инвестировать Один То есть Извиняюсь 125 Миллионов Когда мы Начинали С вами Десятый Этап Я говорил Что 150 Миллионов Надо Инвестировать Но Десятый Топ Уже Подошел К концу Все Сегодня Он еще Не Кончается Но Он Уже Виден Там За Бугром 2018 Года Января Месяца То есть Не Не Окончится Январь Месяц Мы с вами Уже Будем Скажем Так В Одиннадцатом Этапе Или Будем Очень Сильно Суетиться Чтобы Как бы Осуществить Свои Портфельные Инвестиции Какие-то Свои Дела Чтобы Перейти В Одиннадцатый Этап И мы Перейдем И Достаточно Быстро Могут Пройти Этапы Потому Что Мы С вами Развиваемся И Это Тоже Является Знаком Этого Года Потому Что Если У меня Сегодня Спросили Скажите Пожалуйста Что Было Самое Трудное В Этом Году На Мой Взгляд Это Самое Трудное Что Больше Всего Крови Съело Ну Скажем Так У Руководства У Евгения Кудряшова Это Больше Всего Это Скажем Так Нервных Клеток Не Знаю Там Сколько У Него Изничтожилось Ему Это Все Надо Восстанавливать Вот Ну И Вашего Покорного Слуги То Есть У Меня У Моих Помощников Это Осуществление Различных Скажем Возможностей Разработка Их Введения Из И И Исчезновения Средств Движения Финансов Перечислений Скажем Чтобы Средства Доходили До Объекта Инвестиций До Экотехнопарка До Различных Задач Которые Там Надо Выполнять Поэтому И тем Не менее Смотрите У нас Осталось Еще До Конца Проекта 125 Миллионов Проинвестировать Но Мы Уже Строим Производство Свою Которое Не было В таком Объеме То есть Мы Даже Превышаем Определенной Степени Плав Поэтому Так что Казалось бы Да 15 Этап Не наступил Ну И что Ничего Страшного Проект Идет И это Очень важно Причем Я Заканчиваю Вот эту Мысль Что Проект Находится На стадии Уже Тиражирования Проектов То есть Реальных Строительных Проектов Мы Экотехнопарк Привели В такую Фазу Что Он Основные Которые Могли Бы И Стан И уже Начинают Давать Возможность Строительства Сертификации Городского И Грузового Транспорта Доведены До Определенной Стадии Теперь Параллельно Начинается Проектирование Конкретных Адресных Проектов Вернее Продолжается Скажем так В арабских Объединенных Арабских Эминератах Конкретный Проект В Индии Конкретный Проект В Австралии Продолжается Конкретный Проект Даст Бог В Европе Мы тоже Тут начнем Потому что Я боюсь Уже что-то Говорить Но вот Завтра Будет Очень важная Встреча В Риге Наши Коллеги Встречаются Там Будет Обсуждаться Я вчера Доводил До конца Ну как до конца Определенные Эскизные Расчеты Сколько И что Из себя Представило бы Пилотный Проект 2,9 Километров В Риге Под той Задачей Которую Мэрия Дала Вот И получились Очень неплохие Цифры Наши Коллеги Доложат И будет Готовиться Заседание Городской Думы В Риге По этому Вопросу Таллинн Уже Опять Немножко Отстает От Риги Здесь Наши Чиновники Отдыхают Но Договорились Что Как только Начинается Следующий Год Первая Рабочая Неделя Мы Находим Время Для встречи Рабочей Группы Которая Будет Обсуждать Что Мы В Таллинне Будем Делать Потому Что Эти Два Проекта В первую Очередь Получили Свой Как бы Динамический Как бы Такой Посыл То есть Задвигались Только лишь Благодаря Тому Когда Было Сказано Ну Что Вы Паритесь Дорогие Чиновники Вам Родного Финансирования Крауд Файнансинг То есть Это Новый Вид Они Говорят А что Это Финансирование Это Средство Это Процедура Финансирования Проекта Мы Это Сделаем То есть Понимаете Вы Слышите Да Мы Готовы Сделать Строительство Но До Этого Еще Надо Дойти Нужно Сделать Предпроектные Работы И Весь Проект Надо Профинансирование Это Тоже Знак Этого Года 2017 Мы Это Пронесли Мы Это Прожили Проживаем И Будем Проживать Но Мы Сделали Базу До 2018 Года Вы Знаете Что 2018 Год Уже Наработки Прибыли Прибыли Которые Составят Сумму Дивидендов От Того Насколько Мы С вами Выработаем Это Дело Будут Дивиденды За 2018 Год Выплачиваем В 2019 Году Вот Отсюда Ноки Растут Дорогие Друзья То есть Из того Как Мы Отрабатываем Как Мы Проходим Этот Год Каждого Из нас Каждого Из нас Как На Каком Где Он Не Находился В Каком Звене В Каком Звене Всего Всей Этой Цепи Всего Этого Объема Развития И Становления Скайвей Он Бы Не Участвовал Но Каждый Вклад Он Неоценим Он Абсолютно Причем Он же Идет Нематериально Только Большинство Людей Это Делают С Душой Вот У кого Я Специально Вот Я Вот Такой Занудный Иногда Бываю Я Специально У Людей Вот На Празднике Значит Это Самое Спрашиваю Скажи Пожалуйста Какие Чувства Тобой Одолевают Не Приукрашивай Когда Ты Вот Стал Он Говорит В первую Очередь Сначала В первую Очередь Было Видать Заработаю Во вторую Я Делаю Благое Дело Они Делают Благое Дело Понимаете И Теперь Говорит Что А сейчас Уже Все Больше И Больше Думаю Делаю Благое Дело Еще И Заработаю Поэтому Это Очень Важно Дорогие Друзья И Это Я Вернусь Обратно Что Мы Еще Сделали В 2017 Году Мы Сделали То Что Большинство Мыслящих Здраво Людей Начинают Понимать Что Скайвей Несмотря На То Что Он Решает Значит Различные Транснетовские Или Так Называемые Передвижения Материальных Объектов И Не Только Материальных Информации Тоже То Это Технические Технические Этапы И так Далее Вот Он Кроме Того Еще Решает Социальные Задачи Быстрее Дешевле С Минимальными Затратами Но Он Дает Людям Возможность Так Называемого Получения Пассивного Дохода Люди По Квадранту Финансовых Потоков Киосаки Перебираются Из Первого Второго Квадранта Начинают Потихонечку Перебираться В четвертый Квадрант Четвертый Квадрант Где Начинают Работать Инвестиции Вы Мы Они Делаем Инвестиции Тем самым Делаем Социально Благое Дело Ибо Ну Идет Человечество Путем К тому Что Пенсии Через 20 лет Будут Получать Только Те Кто еще Получали Когда-то А фактически Уже Ну Это как Анахронизм Отпадет Общество Должно В своем Процессе Уже Нарабатывать Обеспечивать Будущее Своих Граждан Какими Средствами Через Народное Финансирование Друзья Это Инструмент Мы еще К этому Придем Но это Тоже Результат 2000 Конечно Задел Был заложен В 2015 16 В основном Сформировалось Понимание Осознание Скажем так Структурирование Процесса В этом 2017 Это результат 2017 Года Какие основные Направления Развития У нас Обозначились В этом году Потому что Ну вроде Вот идем Вперед К светлому Будущему Все прекрасно Вот я себе Здесь зафиксировал Что У нас Начато На новом Абсолютно Уровне Или вернее На уровне Не даже Предполагавшимся В 2014 Году Проектирования Грузового Грузовых Перевозок Я уже говорил В прошлый раз Раньше Мы Несколько раз Останавливались На том Что Контейнерные Перевозки Вообще Не предусматривались Первоначально Потому что Считалось Ну что Это все равно Что лошадь Поставить С телегой На Платформу Железнодорожного Поезда Но есть Моменты Когда Телегу Можно и Перевозить Понимаете То есть Не сгружать С телеги На Перрон С перрона Вагон А в нашем Случае Контейнер Просто Надо правильно Приспособиться К контейнеру Что мы делаем Мы Разработали Наши Конструкторы Анатолий Эдуардовичем Возглавляем Мы разработали Модульные Решения Для заполнения Контейнеров 20 и 40 Футовых Морских Контейнеров В мире Ну очень Большое количество Перевозок Осуществляется На базе Контейнеров Морских А океанских Перевозок Вот Это не через День Не через Даже 10 Это 20 30 40 лет Будет еще Продолжаться Поэтому Надо быть В тренде Надо быть Готовыми И мы Готовимся К этому Плюс Сами контейнеры Теперь Являются Тоже Уже Элементом Нашей Транспортной Структуры Мы как подготовились Есть решения Они Разрабатываются И я не исключаю Что это будет Одним из первых Проектов Который Принесет Самую Большую Прибыль В предстоящем Году Через ICO Это Реальность Дорогие Друзья Это Все Наработки 2017 Года 2017 Хотя Подготовка Шла Долгие Долгие Годы Поэтому Не будь Того Не было бы Этого Это Абсолютно Элементарно Создание Собственного Производства Это Тоже Результат 2017 Года Мы Немножко Говорили Что надо Сделать Там Мотор Колесо Производить Но только Чисто Такое Вот Для наших Нуж А сейчас Мы видим Что это Нам нужно Плюс Нам нужно Производить Юнибусы Нам нужно Комплектовать Их Своим Мотор Колесами Полным Комплексом Нам нужно Делать Транспортные Структуры То есть Определенные Элементы Их Отработать В своем Производстве И начинать Тиражировать Эти производства По всему миру Но Свои Производства Понимаете Это разница Одно Дело Я прихожу К нему И говорю Что давай Концерн Металлоконструкции Сделайте нам Конструкции Начинайте нам Делать И вот Начинаю Их Обучать Есть Колоссально С хорошим Качеством С сертификатами С допусками С различными Значит Там Значит Сертификат ИСО Систем И так далее Но У них Есть свои Стандарты Наших Стандартов Они не знают Поэтому В первую Очередь Свою Производство Во вторую Очередь Партнерство И возможные Формы Переноса Вот Этого Всего Ноу-хау Именно Конкретные Регионы Где Будут Уже Готовиться И будут Делаться Наши Проекты Это Тоже Результат 2017 Года Дорогие Друзья Значит Кроме Того Я уже Говорил Что Система Финансирования И Скажем Не самого Финансирования А движения Финансов Передвижения От инвесторов До Точки Использования В экотехнопарке И Проекте Она Получила Очень много Энергии Очень много Внимания Но За счет Этого Уже Наработались Определенные Заделы Понятия Как Можно Значит На Юридически Обоснованном Уровне Работать В различных Регионах Но Это требует Еще Определенных Инвестиций В это Создание Своего Фонда Своих Определенных Структур В регионах И Так Мы Сможем Идти Дальше Это Тоже Результат 2017 Года Поэтому Мы Реорганизуем Переводим Кэпитал Или Кэпитал Остается Как Элемент Финансовая Площадка Но На его Базе Выстраивается Всемирный Фонд Который Кроме Финансирования Берет На себя Еще Целый Ряд Других Функций Которые Жизненно Необходимы Для внедрения Технологий Скайвей Для обучения Людей Для подготовки Кадров Для подготовки Промышленно Или Скажем так Производственной Подрядной Подрядчиков Базы Подрядчиков По различным Работам От бетонирования Заканчиваем Даллоконструкциями Вот В различных Регионах Иначе Мы не сможем Там По 100 Километров В день Строить Дорогие Друзья Это же Ведь Просто Колоссальная Работа Еще Предстоит В 2018 Году Я говорю О 2017 Но Закидываю Уже Говорю Что это Предстоит Еще В 2018 Все Делать Это Колоссальная Работа О фонде Я уже Сказал Это тоже Необходимость Которую Мы будем Делать В 2018 Году Очень Важный Элемент Это Взятие Мы взяли Это В 2017 Году Мы взяли На вооружение Использование Технологии Блокчейн Все Носились Ваш Покорный Слуга Тоже Что О Все Получили Сейчас Начнем Делать Только ICO Нет Дорогие Друзья Не Это Самое Главное Хотя Это Один Из Элементов Выстраивания Системы Финансирования В 2018 И дальше Годах Вот Но Блокчейн Технология Она Дала Нам Возможность В ином Качестве Выстроить Систему Автоматизации И управления Роботизации Самого Скайвей Как бы Ну комплекса Транспортного Комплекса Всех Транспортных Систем Транспортной Структуры Управления Логистики Только За счет Этого Обезопасить Потому что Блокчейн Это Или Крипта Это И является Защита Криптирование Это защита Как таковое И вот За счет Криптирования Информации Управляющей Информацией Создается Безопасность Управления Потоками Движения Скайвей Этого Было трудно Предположить В 2014 Что в 2017 То что можно И нужно делать В 2018 2019 И так далее Года Мне задали вопрос Ну вот честно Знаете вот как бывает Когда праздник какой-то Опять на празднике Задали вопрос Положай руку на сердце Масло Когда дивиденды Будешь получать Я прямо Честно Сказал Что вот Пожалуйста Я на вебинарах Уже неоднократно Объявлял Что я Надеюсь В 2021 В 2021 Приобрести Приобрести Новое Транспортное Средство Раньше Немножко Иначе Говорил Новое Транспортное Средство Индивидуальное И для Семьи За счет Дивидендов От Пакета Или портфеля Акций Моих акций Скайвей В 2021 Годов Это Достаточно Будет ли Скорее всего Это будет Какой-то Электро Или А может быть Это будет Юнибат Ничего Не знаю Может быть Это будет И так Так что Мы Развиваемся Идем дальше Дорогие друзья И Последнее Что можно было И нужно Как бы Обозначить За 2017 Год И В преддверии Я так Скользь Уже об этом Говорил Сегодня Это то Что Технологии Или Проведение ICO То есть Открытое Предложение Крипто Ну скажем Или токенов ICO Это Ну да Открытое Предложение Это Механизм Инструмент Который Позволяет Осуществлять Финансирование Проектов Вот И О деталях Первых Проектов Я думаю Что вы Услышите Уже В первом Квартале 2018 Года Так что О деталях Этого Дела Так что Здесь Все Все Нормально И в заключение Дорогие друзья Еще На счет Целевых Их Их Будет 2 Тире Может Быть 4 Это Мой Прогноз Может Быть Даже Больше Их Будет Но Пока Просмотреть 2 На Степенье Каждый из вас стоит. Я об этом начал думать, но не додумал. Говорю честно, но до конца года еще есть возможности. Я додумаю и обозначу, что или на какую ступеньку мне надо выйти на следующий год. А может быть и на две. А чем оцениваются или вот как я могу, значит, критерии, какие критерии. Первое, что я, насколько я сам лично разовьюсь или стану более, скажем, не более, а, ну да, почему бы и нет, более, более открытый, более духовно и душевно подготовленный. Что я сделаю? Во что я проинвестирую? Мы до сих пор всегда, когда мы говорим про инвестиции, мы думаем о том, что вот инвестировать всегда нужно материально. Нет, дорогие друзья? Духовная теплота это тоже инвестиция. Внимание, которое мы получаем вот на свою карточку, карточка SkyWay, видите, да? Получаем 24 часа. Теперь выясняется, что не 24, а в старом исчислении это как бы 18 часов фактически времени. А за это время мы должны сделать и обязаны сделать все то, что раньше делалось за 24 часа. Нам можно и нужно выделять время и на душевную теплоту, на, скажем, такие вещи, которые материально не оцениваются. И это дорогого стоит, как говорит президент России и другие умные люди. Вот. И поэтому очень важно думать о том, какой след каждый из нас оставит в благотворительности. И желаю вам мудрости все это, во всем этом разобраться, все это дело подготовить и осуществить в наступающем году. Вот, пожалуй, и все, дорогие друзья, что хотелось сказать вам в завершении этого года. Жаль, что наша встреча с вами не вживую, но, тем не менее, те средства технические, которые мы пользуемся, они все равно передают. И поверьте мне, я с великим желанием передать каждому из вас частичку теплоты моей души, моих стремлений, моей мудрости в какой-то степени, поделиться ею, что я время от времени и делаю, насколько хватает ума и, скажем так, активности. Поэтому будьте здоровы, развивайтесь, определяйтесь в своих путях, в своем пути. Ты просто идешь, и ты никуда не приходишь, оказываешься там, куда тебя закинуло. Идите дальше, будьте счастливы, будьте здоровы, берегите себя, берегите своих близких людей, ибо это наше окружение, которое мы сами создаем, в котором мы существуем. Как мы существуем, таков и мир. Всего вам доброго, до скорых встреч в 2018 году. Строй скорей, спасай планету! Строй скорей, спасай планету! Строй скорей. Строй скорей, спасай планету! Продолжение следует...